В должности генерального консула США во Владивостоке Майкл Кис уже более года. Город называет экзотичным, открытым и очень интересным. Сегодня господин Кис с удовольствием делится результатами работы американского генконсульства за последние 25 лет. По моим зданиям мы сделали много очень важных действий в течение этого периода. В том числе, например, мы открыли мирный корпус здесь, во Владивостоке. Мы привлекали многих американских бизнесов сюда, мы провели многих культуральных обменов. И в конце концов, можно сказать, что мы помогли и американцам, и россиянам, чтобы лучше понять друг друга. 25 лет – это лишь один из периодов истории генконсульства США в Приморской столице. Началась она почти полтора века назад, в 1875 году. Уильям Мортон был не просто первым американским консулом во Владивостоке, но и первым иностранным консулом. Генконсульство закрыли в 1923 году. Второй этап работы дипломатической миссии в городе длился с 1941 по 1948 годы. И в 1992 году мы еще раз открыли консульство. Была американская делегация из Москвы, в том числе был наш посол и несколько высокопоставленных людей из США, включая губернатор Аласка, если я ошибаюсь. И недавно, это значит в пятницу, мы отметили тот же самый день, потому что уже прошло 25 лет. Основными задачами работы генконсульства США были и остаются представления интересов государства и помощь американским гражданам, живущим в консульском округе, и россиянам, которые хотят поехать в Америку. Также миссия консульства – это осуществление программ народной дипломатии и содействия торговли и бизнесу между Россией и США. И, конечно, большое внимание уделяют образованию, культуре и спорту. Мы поддерживаем все эти роды обмена между нашими людьми, нашими художниками, спортсменами и так далее. И таким образом мы поддерживаем больше взаимопонимания между нашими людьми. И мы узнаем все больше о россиян, о их стремлении здесь, на Дальнем Востоке и наоборот. Господин Кейс признается, для него Владивосток – город открытий и новых впечатлений. Генеральный консул старается посещать большинство городских событий и активно участвует в них. Так, например, он готовится к очередному ледовому марафону, участие в котором примет уже во второй раз. Анна Бережная, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.